Ом Ти Ви Юэй про Головне. Крылатые ракеты, нефт, он тоже самостийный, развитие советской противокорабельной ракеты, только, конечно, не реактивный двигатель здесь, здесь он, поршневой, он с пропеллером, это фактически большая аэроторпеда. Дальность, радиус действия вот этой вот заменителя крылатой ракеты 3000 километров, это же многоразовая, она же не только таранить может, она должна возвращаться, она несет 4 противотанковые ракеты, то есть серьезная нагрузочка боевая, 300 килограмм у нее вообще, так сказать, боевая. Она может отстреляться и вернуться, да, 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 конечно, летит на высоте 12 километров в крейсерском режиме, она видна, ее можно сбить, но, как мы видели недавно, ведь долетели же до Нижнекамска, до Елабуги, переоборудованные легкомоторные самолеты «Серебряная лисица», 1200 километров прошли, в ПВО их не заметил, так что вот она новая серьезная гроза. Дело касается же не только Белгорода. Если у нашего оппонента появляется такая техника, как «Сокол-300», то он может достигнуть цели уже не просто на Урале, а на Восточной Сибири. Отбомбиться и, так сказать, даже иногда вернуть свой аппарат назад, хотя никогда что-то сбивается. Но вы представьте себе, что такие «Сокол-ракетоносцы», многоразовые, беспилотные, будут пойти в атаке совместно с, например, достаточно примитивными, но дальними дронами, баражирующими бомбами типа «Коса». Или вот сейчас появятся дестинаторы, нам обещают, с дальностью 200-2000 километров, которые тоже уже за уральских целей будут достигать. Вы уже видели в Татарстане «Татарии» действие «Серебряной лисицы», переоборот дрона, который был сделан из легкомоторного самолета. Это, кстати, совсем невидимое. Что сейчас нужно мы делать? У меня есть такой вот совет, что ли. Вот вы, власть имущая, вы понимаете, перед лицом какой угрозы вы сейчас стоите, немцы, в войну дотянулись максимум до, вот их бомбардировщики дотянулись максимум до Ярославля и Горького, который Нижневного. Газ они сильно в 43-м году разбомбили, очень сильно вывели из строя. Сейчас вы получаете, пусть меньшую по масштабам, угрозу, так сказать, в виде таких вот дронов, бомбардировщиков, роботов-камикадзе. Вот сейчас бы, вам бы, не доверяя Кремлю, я посоветую, не доверяя никаким докладам Шига, взять несколько беспилотников «Ариона» с разных направлений, запустить на Москву. Пройдут они или нет? Просто проверить. Не оповещая Минобороны, просто устроить проверку ПВО. Сколько из каких-нибудь дальних дронов «Арион» долетит до какого-нибудь Жуковского, подмосковного, с разных направлений. Почему? Я сильно подозреваю, что у нас уже в нашем ПВО, у нас очаговое ПВО, у нас нет сплошного радиолокационного поля. Ну, это очень вообще было трудно. Это в Советском Союзе там трудом сделали. То есть, если ты преодолеваешь по западной границе некие такие, так сказать, полосы, типа пояса Камхубера, такого аналога немецкого пояса Камхубера, радиолокационного, то дальше внутри ты можешь обходить пятна радиолокационного, вот эти поля работы наземных РЛС, вот, и пролетать достаточно далеко. Вы хотя бы истинную картину установите при начале. Давайте, напевно, начнемо з ситуации на фронте. Есть тут разные прогнозы. Я уже сегодня цитовал Майкла Коффмана, который говорит, что попереду в Украине, в Украине десь два месяца, пока россияне, возможно, будут захопливать какие-то небольшие дылянки территории, в частности на Донецком направлении. После этого, на его думку, Украина полностью сможет стабилизировать фронт. Чи это сбегается с вашими оценками и что тогда далее? Если мы оцениваем возможности россиян, то они используют два ресурса, переважно. Это людский и технику механизованного компонента. Если говорить про людский ресурс, он в них будет всегда. Поэтому этот показник они всегда могут заменять. Но с техникой у них возникают проблемы, и очень серьезные проблемы. И 2024 рік, взагалі, может стать для них решением в питаниях дальнейших компенсаций втрат в нуль. Втрат самим механизованным компонентом. И в 2024 році ця компенсація будет уже не в нуль каждого месяца, а в минус. И от этого будет зависеть от того, как они будут проводить свои наступальні дії. Те наступальні дії, которые они сейчас проводят, так они наступают, так они захопливают территорию. Но эффективность этих захоплений, эффективность этих просуваний, если сравнивать с 2022 годом, она впала в 80 раз. Вот просто приклад. Хотя військов у них стало больше. У них сейчас 530 тысяч особого склада. Но в зоне боевых действий. Но при дефиците техники. Поэтому, в принципе, если российское командование поставить задачу наступать будь-якою цяною, они могут наступать пехотною складовою переважно и до кінца 2024 года, и в 2025 году по окремим ділянкам. Выключено використовуючи людский ресурс. Концентруючи его на ділянце и влашнувая там якийсь напрямок постійних месных штурмів. Но если говорить про загальновойсковую операцию наступального характера захоплением великих территорий, то дійсно в ней в 2024 году ресурсу на это не хватит. И есть ограничения по строкам. Знаете, напевно, корисно даже дивиться и про что, как оценивать свои шансы в стане врага. В них есть такий полковник-вотставки Михаил Ходорьонок. И я памятаю, что он десь наприкінці весны, здаясь, дал такий прогноз про то, что... Он бувает и в пропагандистов Соловьова, и в компании, но и десь публикуется и в меньше таких заплямованных медиа, если их можно назвать медиа. И он сказал, что это лето станет вирішальным в этой войне, на его думку, потому что або Россия досягнет великих успехов на поле бою и будет работать на эту ставку, або не досягнет. И вот я не знаю, поки что, может, рано делать прогнозы, только начаток липня, но что же будет восени тогда? Росиане будут пытаться выйти на какое-то припинение в огню? Им будет выгодно шукать припинение в огню? На вашу думку? Им в будь-якому разу выгодно, чтобы было поставлено на пасу. Энергоническая составляющая является самым важным основанием. Собственно говоря, по ним происходит сейчас активное действие. В чем заключается особенность? Дело в том, что в последнее время восстанавливается цена на энергоносители. Сегодня она пробила 85 долларов за баррель, соответственно, по бренду, и 80 долларов по WTI, то есть, ну, как бы, там, британской, американской составляющей. Почему это важно? Потому что примерно треть российских бюджета – это нефть и газовые доходы. Кстати говоря, несоразмерный, как бы, соответственно, расходы на оборонную составляющую, как мы все знаем. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос будет заключаться в том, кто, собственно говоря, как бы обеспечит... Хорошие цифры недавно экономисты привели, что наши траты на войну составляют примерно НДПИ в год. На добычу полезных ископаемых в год – это как раз наши траты на войну. Ну, это... Нефтяные деньги мы тратим на войну. Спасибо.